Что, друзья, сегодня мы летим на Изюм, будем искать бабушку и плюс немножко привезем в гуманитарке людям. Тут Леха, там Саня, где-то там Майкл. Заправочки. Людей практически не видим, в основу военные. Сейчас ищем проспект независимости, на котором живет наша бабушка. И будем с ней общаться, узнавать, что как. В Изюме гуманитарки много и людям не надо. Просто вот за три минуты люди налетели и идут, и идут, и идут. Ситуация достаточно тяжелая, критически тяжелая, практически как в Харькове в марте месяце. Прям удивительно для меня, несмотря на то, что я все это проходил. Люди бегут просто, поэтому надо будет затариваться. Расскажите мне, почему такое настроение? Почему так печально все? Потому что я одна. У меня ни до никого нет. Ну смотрите, очень много людей в интернете решили вам, хотят вам помочь. Некоторые люди готовы вам предоставить жилье на постоянной основе. Есть девушка, которая готова предоставить вам частный дом в селе. Есть люди, которые готовы вас забрать себе в Киеве, в Днепре. Очень много людей это звалось. Скажите, если мы найдем людей, которые готовы вас забрать к себе на зиму, может быть вообще до конца всего происходящего, вы готовы будете поехать? Люди будут ухаживать за вами? Есть также люди в возрасте, которые живут одни, и они готовы вас взять к себе, будете жить вместе. Вы готовы выехать отсюда? Мне все равно надо выезжать, потому что я сама, это некуда мне выехать, понимаете? Никого у меня нигде нет. Понимаем, понимаем. Хорошо, скажите, у вас как по еде сейчас ситуация? Ну есть еда, там обеды? Есть еда, и вот это же я стояла, там обеды раздают. А теперь я не смогу получить обед. Ну я понял, газа нет, ничего нет, света. Хорошо, тогда ситуация следующая. Давайте мы, я так понимаю, вы здесь живете, мы едем, узнаем, кто готов вас забрать, общаемся с людьми, и тогда приезжаем, забираем вас. Хорошо, я очень немножко сложу вещи, потому что у нас, извините, голову еще помоешь, ну так, легкое, туалет сделаешь, а чтобы помыться у нас нигде. Холодина вот такая в квартире, что холоднее, чем на улице. Я очень признательна всем людям, и вам в первую очередь, что вы беспокоитесь. Ну я сама, я сама, понимаете, я уже не знаю. Изюм. Изюм напоминает сейчас северную Салтовго в марте-апреле месяце. Мне сказали, что еды здесь достаточно, но еды недостаточно. Ну, крупы, макароны хватает, все остальное, нет ничего, людей нет, света, газа, воды. Нужна практически всегда готовая еда, потому что готовить банально не на чем и нет. Свечи. Нужны свечи, нужны газовые плиты, нужны лекарства всех видов. Бинты, все, ничего нет. Перевязочная, да, люди есть раненые. Поэтому... Оперируют друг друга в квартирах, доктор приходит и в квартире режет. Прям максимально негативный опыт, скажем так, отчет. Редактор субтитров А.Семкин Это всем известный ресторан «Семь ветров» был. И здесь очень часто люди снаживаются по дороге в Донецк, потому что здесь невероятно красивые виды. Просто шикарно. Гора Кременец. Гора Кременец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok